Она обязана быть красивой в любом возрасте, в любом состоянии, без разницы, есть у нее деньги на это или нет. Я всегда ухаживаю за собой в любом состоянии, даже когда совсем плохо себя чувствую. Конечно, может. Очень много доступных средств, которые основаны на чем-то очень доступном. Там овсянка, сметана, яйцо, все очень можно. Маски для волос, для лица, интернет-курсы по пошиву одежды. Конечно, все это возможно. Я ничем не пользуюсь, ни косметикой, ничем. Никогда в жизни не пользовалась. Какая есть, такая и есть. Здоровый сон, натуральные продукты для кожи лица, правильно выбранная косметика и спорт. Катание на велосипеде, например. Главное – желание. Если есть желание, то можно хорошо выглядеть. Может, но это надо вкус свой иметь. Или чтобы кто-то помогал. Из ничего сделать что-то. Я, ну, если нет, например, покупаю ткань и шью. А если нет, вот подруги шью. Или ищу кого-то, кто может по сходной цене шить. То есть нормально, можно же выбрать портниху там. Или из чего-то перешить что-то. То есть всегда можно. Было бы желание и настроение. Она может захотеть и поменять что-то внутри себя. Так, что у нее начнут светиться глаза. Влюбиться, допустим. Открыть какой-то в себе талант. С утра встать и открыть в себе талант. И пойти его развивать. И тогда у нее изменится и внешность, и настроение, самочувствие к лучшему. Наверняка. МИКОЛАЕВСКИЙ ЖЕНОК Вот уж запитали у наших миколаевских женок, про то, что они думают, про то, как выглядеть красиво. Теперь запитаем у нашего эксперта. Сегодня до нас завитали просто черевни ручки лаборатории красы. Ирина Викторовна Колесник. Витаем вас. Очень приятно. Наши женщины николаевские говорят, что они согласны с тем, что при минимальном расходе можно выглядеть красиво с помощью какой-то домашней косметики, каких-то онлайн курсов. А вот можно ли выглядеть красиво с салонным уходом? И чтобы это был минимальный расход? Ну, понятно, что салонный уход – это, наверное, самое идеальное средство для того, чтобы выглядеть красиво. Потому что там уже специалисты, которые имеют полный арсенал, набор средств, при помощи которых можно сделать красоту женщины, довести ее до идеального состояния. Но, конечно, все думают, что это очень затратно. Но я могу как бы с этим не согласиться и сказать, что все-таки женщины наши при минимальных затратах могут поддерживать свою красоту, могут как бы создавать ее вместе с мастером. И вот красивыми, такими успешными идти по жизни, создавать хорошее настроение. Некоторые женщины считают, что, возможно, по роду занятости, возможно, в силу каких-то бытовых проблем у них не хватает ни времени на салон. Они боятся, что это может быть дорого. Именно поэтому мы открыли лабораторию красоты. Программу у вас, эта услуга. Как вообще возникла такая идея? Почему возникла идея создать лабораторию красоты? Ну, вы знаете, как бы вот глядя на вообще столичные каналы, на передачи из других стран, этим перевоплощением занимаются уже очень давно. Это интересные темы, потому что до и после это очень эффектно, очень разительно. Но, думая над этим уже, наверное, в течение последних лет трех, я всегда думала, что можно при минимальных затратах создать вот этот эффект до и после, ну, буквально там в течение трех-пяти часов. И вот, наверное, на почве этого и возникла передача лаборатория красоты совместная с телеканалом Николая. Лаборатория красоты открылась в мае, как передача, как программа. Как много женщин вообще обращалось к вам и какие женщины какого рода хотели измениться? Все ли идут на изменения легко? Ну, вы знаете, героини, как правило, это женщины с определенными какими-то историями. Да, вот как вы снимаете, когда вы историю женщины, она всегда говорит причины, почему она хочет это сделать, какие-то жизненные бывают обстоятельства, когда хочется измениться, сбросить какой-то груз старых проблем и уже в следующий этап жизни пойти уже новой, красивой, обновленной, что по жизни, что внешний вид уже другой. Абсолютно любую женщину можно преобразить и сделать из золушки принцессу? Или есть все-таки запущенные случаи, над которыми нужно кропотливо работать в течение какого-то длительного периода? Ну нет, запущенных, вы понимаете, каждая женщина красива по-своему. Как портной кроет платье под фигуру и делает ее идеальной, так же и мастер-парикмахер, он тоже может скроить именно идеальную стрижку, идеальную форму для данного типа лица, пропорций и всего остального облика женщины. У женщин бытует сейчас мнение, что если изменить прическу, отстричь волосы, изменить цвет, то изменится жизнь. Насколько меняется жизнь у наших героинь? Ну вы знаете, если отследить вот те истории наших женщин, которые принимали участие, я думаю, что у них практически 90% героинь жизни изменилась, я думаю, к лучшему. И абсолютно любая женщина может к вам обратиться. Сейчас, я думаю, наши телезрительницы смотрят свои телеэкраны и немножко сомневаются. Ну я бы, конечно, пошла, но меня, наверное, не возьмут. Абсолютно любая женщина может прийти к вам. Абсолютно любая. Вот с интересной своей историей, конечно, с тем багажом, грузом, который у неё есть, для того, чтобы сбросить его, стать новой и пойти по жизни уже с хорошим настроением, с другой какой-то уже задачей, наверное, на будущее. И достигать её уже более легко, свободно и раскрыть больше свои таланты. Любая женщина может измениться, изменив свой облик. Для того, чтобы поучаствовать в лаборатории красоты, им нужно просто прийти к вам и пройти так званый кастинг. Немножко да, конечно, нужно. Какие критерии? Критерии? Ну вы знаете, как бы отборочных критерий практически никаких. Чтобы действительно человек этого хотел, чтобы у него была какая-то внутренняя потребность изменить себя, изменить свою жизнь. И вот тогда мы готовы ему в этом помочь. В салоне «Комплимент» лаборатория красоты до программы уже существовала такая услуга. И как часто тогда обращались женщины и с чего всё начиналось? Помните первую женщину, которую вы преображали. Ну вы знаете, как бы на протяжении моей 30-летней уже истории профессиональной деятельности, наверное, таких женщин было уже очень много. Потому что, ну когда женщина, как бы не женщина, молодая девушка выходит замуж, да, вот тут происходит преображение, просто из золушки становится принцесса. Потом, когда у женщин какие-то есть этапы в жизни, деловые там, встречи и так далее, они тоже обращаются за помощью к специалистам. И там мы тоже им помогаем стать красивее, увереннее. Но здесь, в лаборатории красоты, мы, конечно, гораздо глубже можем окунуться в мир первоплощения. То есть мы немножко даже не слушаем саму женщину. У неё какие-то стереотипы, которые сложились уже за много лет. А нам нужно сломать этот стереотип и ей дать возможность увидеть себя совершенно другой. Я помню одну нашу героиню, Людмилу, которая хотела просто стрижечку, и у неё был определённый образ, который она видела, и она очень боялась изменений. Да, да, да. Вот именно она, это такой яркий пример. Потому что вот нужно взять инициативу в свои руки, профессионально отнестись, увидеть, и помочь женщине увидеть себя, увидеть, показать её красоту, её другую, ей самой прежде всего. Вот когда вы собираетесь изменить образ женщины, на что вы обращаете внимание, и как у вас рождается этот новый образ? Вы смотрите в какую-то глубину её души, в её историю? Или вы именно внешне определяете, как она будет выглядеть красиво? Вы знаете, история важна. Просто почему? Что женщина ждёт от этого, да? А уже, конечно, глядя на внешние данные, как бы даже не то, что внешние, моя задача как мастера, допустим, парикмахера, увидеть текстуру волос, очень оценить её правильно, густота, текстура – это или пышные волосы пористые, или гладкие, блестящие, что я могу сделать, как мне можно наилучшим образом выработать вот эту структуру для того, чтобы сама женщина потом получала удовольствие от своей прически. Наша последняя героиня, крайняя героиня, сюжет, который выйдет буквально через несколько минут, это обычная учительница, которая хотела измениться для того, чтобы понравиться своим ученикам, чтобы быть с ними наравне, идти в моду со временем. Мне бы хотелось узнать, насколько изменилась её жизнь и насколько трудно было работать с действительно учительницей, у которой очень стереотипное мышление, и она всегда строгая, всё строго, белый верх, чёрный низ. Ну, вы знаете, наша учительница, она была очень рада переменам, очень. Наверное, всё-таки вот этот груз учительский, плюс какие-то жизненные обстоятельства. Человека немножечко поставили в какие-то такие рамки, когда вот стереотип и всё. Ну, мы постарались, конечно, найти и увидеть в ней вот красоту в плане уже женщины зрелой. Плюс, конечно, учительница, хотелось что-то яркое сделать, да, чтобы она вот и себя увидела, и её восприняли. Но вместе с тем это всё равно должно было быть в рамках учительского такого амплуа. И виделась я уже с ней несколько раз после передачи, то, конечно, она как-то вот по-другому. По-другому живёт сейчас и по-другому к себе относится. Да, красоту можно найти абсолютно в каждой женщине. Абсолютно, абсолютно. Хотелось бы ещё раз пригласить наших телезрительниц, чтобы они участвовали в лаборатории красоты, чтобы это прозвучало из ваших уст, как от самой главной мастерицы. Ой, мы приглашаем женщин, девушек. Причём, как бы вот ещё хочу сказать о том, что планируем, планов-то у нас много, мы планируем вообще весь месяц разделить на 4 недели. Первая неделя – это выход передачи 20+, следующая неделя – 30+, третья неделя – 40+, и последняя неделя – 50+. То есть женщины абсолютно всех возрастов. Ну что же, я надеюсь, что абсолютно все николаевские женщины смогут стать красивыми с вашей помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!